Ребят, всем привет! Сейчас, в общем, вам буду показывать как пользоваться новыми электронными картами которые у нас установлены все нюансы В общем, моя задача сейчас показать как максимально удобно для вас сделать маршрут самого порта в другой Мы пойдем, значит, с Выборга на Waterport Это Ирландия Через Клинский канал Достаточно, я думаю, будет интересно Все нюансы Также по этой электронной карте я вам в процессе расскажу Их достаточно много Я просто устал бороться с этой электронкой Но уже начал привыкать Но когда что-то появляется Это вообще жопа Особенно в данной электронке Есть такие нюансы, которые ни на одной не было Просто Меня это просто выбешивает Поэтому надо привыкать Хорошо, если будет это у вас первое Для вас ничего нового Для меня именно это Короче, это бесячки Так что поехали В общем, сейчас мне надо определиться с Лосмонской станцией в Waterford В Ирландии В первую очередь Вот наш Ноутбук Со всеми книжками NaviTap Один комплект нас их два Я уже где-то рассказывал Также апдейты делаем на них Раз в неделю Соответственно, быстро заходим Значит Открываем Radio Signals Вбил я в окне сюда Waterford Вот Вот Выдало Открываем И уже ищем И сразу Невооруженным глазом Тут просто и понятно Указана Лосмонская станция Что Для судов Больше 100 За подъемностью Больше 100 Тон Соответственно Требуется Волсман Вот Плохая погода Ну и неплохая тоже Ну мы будем По хорошей погоде Брать координаты Вот Я их просто выписываю На листок себе Пока примером И уже Потом идем к электронкам Ну все Вот как-то так Я выписал Значит координаты На плохую На нормальную погоду И за сколько миль звать Требуется 20 миль Позвать до Лосмонской станции Это пока временно Потом у меня В послеш плане Будет все подробно расписано Со всеми рекордами Включая Киль канал И так далее За эти 6 дней Мы будем проходить Но это уже другая история В общем Сейчас самое главное Определиться Откуда у нас маршрут пойдет Соответственно На Выборг мы пойдем После Эстонии Да Это Выборг у нас Россия Вот Соответственно там Лосмонская станция Только мне известно Где мы берем Какой причал будет неизвест Соответственно я буду С Выборга делать уже На Waterford С Лосманской станции Вот Начинаем Вот она позиция Заходим в меню Нажимаем Select Не select Так Make a new road Должно быть Да Вот она меню Make a new road Нажимаем Нажимаем И он просит сразу же Деактивировать Остановить маршрут Который у нас здесь То есть я сейчас иду в море У меня позволяет Как бы обстановка Спокойно Вот И Остановить маршрут На этом комплекте именно Да Но на этом будет продолжаться Как бы все равно Работа Маршрута Если бы здесь была Дезактивация Тогда я вообще не знаю У меня блин Я просто плюнул бы на эти электронки И ничего делать бы не стал Вот Все Делаем terminate Все И вот у нас курсор Да бегает Соответственно нам просто надо Нажимать Раз Все И поехали Первый минус с которым я столкнулся Это соответственно автоматически не двигается экран То есть надо соответственно Двигать Щелкать точнее Мышкой Да Вот И тогда только получится двигать Обратно так же Хотя в автоматическом режиме Возможно в меню где-то можно поменять Но это надо разбираться Скорее всего Так оно и будет Таких вариантов нет Также минус то что нельзя колесом Приблизить и увеличить Соответственно надо пользоваться клавиатурой То есть получается если клавиатура у меня Накроется Я здесь не смогу Когда маршрут надо делать Не смогу просто приближать Увеличивать Да Вот Масштаб больше меньше сделать Но это в принципе ладно Детский лебед ко всему можно привыкнуть Вот Работаем вручную С клавиатурой Соответственно вот Вот Сейчас я не буду вас Весь процесс да вам показывать Я сейчас сделаю значит Здесь пару точек да поставлю По выходу из Выборга Вот Дальше я буду что делать Значит до киль канала И кильский я весь пройду И там наверное скорее всего по выходу И уже потом я буду уже включать Именно точку Именно лотсмана в Ирландии Да Чтобы уже примерно знать В каком направлении двигаться Вот И ближе к тому уже буду дальше рассказывать То есть я могу вообще использовать Мелкий масштаб Чтобы уже примерно накидать да Направление свое Потом я уже буду добавлять Промежуточные точки соответственно Чтобы было Приблизительно понятно да Киль канал киль киль Сейчас еще вспомнить Ну вот он у нас киль канал идет Сто лет там не было уже Лет пять так точно Соответственно где то здесь Мы пойдем туда Еще одна из главных удобств В этой электронке То что допустим я вот Закончил да маршрут Я могу спокойно потом Опять включить редактирование И опять начать с этой точки да Как бы вот в этом очень Очень большой плюс Потому что некоторые Если ты остановился как бы Вроде как закончил Потом тебе надо уже Оставлять промежуточные точки То есть это Постоянно Представляете Сейчас я уже вышел Как бы из киль канала да Я иду по речке Вот Я буду между ними втыкать постоянно В каждом повороте Там В Мц двойпоинт Мц двойпоинт Это очень много времени тратит Здесь как бы вот этот момент Продуман Нет ребят Я вам соврал Ни хера он не продуман В общем остановил я маршрут Сейчас я щелкаю По идее подтвердил И должен дальше да Рисовать Ни хера Такая тема уже не прокатывает То есть сейчас буду Короче мучиться Объясняю фишку Поставил Поставил Воткнул И теперь между поставил Воткнул Вот сейчас мне вот такой херней придется заниматься Вот это вообще конечно жесть Но сам поторопился Сам создал себе проблемы Так что иногда вообще просто удобнее Если вы только начали маршрут и сделали вот Ну когда сейчас да Ошибку вот эту То лучше Удалите заново Начать делать Потому что если Через хель канала Таким макаром То это будет очень Очень все долго И будет неудобно Так в общем Я уже прошел по Эльбе Кидал точек да Сейчас кстати говоря Здесь уже удобнее сделали Они уже рекомендованные маршруты Именно В два направления Раньше Когда по бумажным еще ходили Я чертил да Здесь было конечно неудобно Ну конечно на бумажных Не было такого Я не делал маршрут Вот именно здесь Ну потому что У меня не знаю там Часов шесть наверное Я там чертил Вот поэтому У нас чертеж как правило Начинался с лока И вот до лока Да он заканчивался А здесь просто Мы пользовались картами И иногда Ну точки там никто не ставит Ну в Кирский канал сами Кто побывает Тот поймет Вот в общем Вот у меня маршрут да Уже Наполовину сделан Сейчас еще приблю Чтобы вам было понятно да Откуда мы идем И соответственно Дальше сейчас будем На Ирландию выходить Кстати Параллельно У нас вот ситуация развивается Расхождение В общем По траверзу Справа Идет у нас Сжирское судно Потому что По миле Миля будет по корме У нас проходить Соответственно в данном случае Естественно мы Доступать Не будем Потому что Ну и так Расхождение чистое Да и маневр Как бы Не имеет значения Во-первых Ты еще больше Усугубишь ситуацию Если будешь Да Пытаться ему там уступить Ну сейчас тем более Поздно Потому что он уже Это я увижу Ровно на траверзе Вот То есть если уступать То надо было намного Раньше А так как Данные суда Выскакивают Как Извините за выражение Хуй с табакерки Поэтому Их не сразу Замечаешь Вот Ну вот Наше судно Это пассажирская Романтика 1,2 мили В общем Расходимся Вот Впереди У нас тоже Грузовое судно Он 15,5 узлов Обгоняет нас Тоже Опасность Не представляет Бонусы Будет 2,2 мили Проходить Вот Наш пассажир Он уже По траверу Зайдет Плохо его Конечно видно Вот Как то так ребят Еще Помимо того Что тебе надо Делать Маршрут Не забывайте Конечно Вести наблюдение Обязательно В чем Постоянное Один Один Смотрит На Электронку Другой Соответственно На Обстановку Вокруг Кстати По Кильскому каналу Может кому-то интересно Примерно Средняя Ширина Безопасного Так Скажем Фарватера Где-то Приблизительно 80 метров Сюда Там Расходятся Достаточно Близко Нужно Нужно Постоянно Вести Вахту Обычно Два Лоцмана Переход Через Киль Порядка Восьми часов Занимает Ну Достаточно Там Красиво Мне всегда Нравилось там Проходить Дополнительные Швартовки Они Как бы Ни к чему Тем не менее В принципе Не особо Напрягает В любом случае Переход Когда длинный По шесть дней Почему бы Не выйти Напал бы Не развеяться Так скажем Вот Сами шлюзы Как выглядят Ну Как правило Сколько я помню Вот здесь Мы заходим Ну И выходим уже В Эльба В речку Это уже на выходе В Северное море Вот Здесь соответственно Заходим Здесь уже для более мелких судов Ну И на входе С Балтийского Тоже там Примерно Такой же шлюз Вот Так Для примера Вам показываю Чтоб знали Ну Вот маршрут По самой Эльбе Который я уже Сейчас сделал Да Выходим Сейчас отсюда Уже пойдем На Ирландию Ну Я сразу напрямую Сделал точку В Ватерфорде Да В Ирландии Соответственно Сразу же Мы видим Как мы пойдем Мы пойдем Через English Канал Соответственно Сейчас опять же Накидываем точки Примерно Да Как мы будем Двигаться По Какому маршруту Соответственно Нам надо будет выбрать Самый кратчайший Тут все В основном будет Система разделения Движения Везде Вот здесь И правда Я на этом участке Направо На своей штурманской практике Не ходил Поэтому будем смотреть Уже по обстоятельствам Как пойдет Может быть здесь Между островом Да Между островами Короче Пройдем Посмотрим В общем Сделан У меня Почти Маршрут На Ватерпорт Через Английский канал Все по системам Разделения Прошел И тут В принципе Как я и говорил Между островом И полуостровом Так скажем Прошел я Ничего там сложного Нет Покажу Вот этот район По Английскому каналу С английского направо Когда уходил Вот здесь Система Здесь все видим Да Система разделения И все До Эльба Ну мне осталось еще Подкорректировать Здесь именно На Балтике Да Сейчас я здесь Закончу И уже буду вам Окончательно Подговорить Как Что там Как поменять название Вот Где посмотреть Дистанцию И так далее В общем По Балтике Тоже не меньше проблем Очень много Буев Которые надо Обходить С нужной стороны Покажу В принципе Все готово Уже Единственное Что капитан будет По-любому проверять Так как у нас меняется Капитан Этот посмотрит Потом другой Посмотрит Вот Соответственно Что-то Что-то Подкорректируют Но По факту Уже Маршрут Сделан Дальше Осталось Нам Что Открыть Посмотреть Дистанция Сколько Ну И уже Завтра Буду Именно Делать Пассаж план Готовить Все Репорты Значит Подписать Последовательность По Прохождению В этом Маршруте Да Переход Получается Не длинный Я думаю Больше Сейчас посмотрим Открываем Маршрут Наш Мы видим Кстати Маршрут Получился 1500 Ну Почти Девяносто Одна миля Хотя По расчетам Капитанским Он по программе Существовал Там что-то 1800 Чем-то Много Как-то Я его сегодня Обрадую Экономия Каждой мили На счету Так Наша задача Сейчас что Можно подписать Нажимаем Окно Подписываем Pilot Waterford Подписал И теперь Название Сюда Вносим Выбор Waterford Ну и все В принципе Сохраняем Нажимаем Окей Видим Да Название Поменялось 151 У нас 157 Вейпоинт Получилось Точек Достаточно Немало Отпринтуется На листа 3 Это точно Вот Закрываем И Здесь Нажимаем Окей Все Отредактировали И еще раз Подтверждаем Finish Ну Теперь наша задача Что сделать На другой по идее Должен появиться Сейчас проверим Либо надо будет Сейчас сделать Одну Фишку Да Он у нас Автоматически Появился Здесь Выбор Waterford Вот мы видим Все хорошо Работают они Параллельно Друг с другом Все четко Так Этот У нас исчез Маршрут Нам надо Сейчас загрузить Наш Который По факту Он вылетел Непонятно Все Вводим Тоже Тоже его переименовать С Лгстокен Мы идем В беккере Конечно Название еще другое Опять Слетело Ну и на этом Где мы делали Сейчас покажу Да Обратно наш маршрут Сейчас будем включать Нажимаем Select Road Выбираем Сейчас по идее Наш вот этот Должен автоматом Исчезнуть Ставим Куда мы идем Естественно Возвращаемся К нашему маршруту Все видим Да Че я ввел то А ну да Все верно Мы же идем с Норвегии Я сейчас смотрю Маршрут длинный Как это Мы уже идем Блин 5 дней Вот и так В принципе Ребята Делается маршрут Короче не получилось Я думаю Много полезного Для себя возьмете С этого Ну и кто будет работать Так где Само Я думаю Они на многих судах Сейчас устанавливаются Будет вам проще Все Всем пока Да Субтитры сделал Dima